Добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о творчестве очень интересного архитектора. Он же являлся и ландшафтным дизайнером, и архитектором, и художником, и даже экологом. Нужно сказать, что именно благодаря этому человеку я пошла на архитектуру, потому что мой отец, он тоже архитектор, он когда-то мне рассказал о творчестве этого необыкновенного человека, который создал здание, где основным принципом является, что по крышам домов должны гулять козы, а коровы передвигаться на лифте. Ну, это, конечно, не может не сподвигнуть человека поступать после этого на архитектурный факультет. Ну, а если говорить серьезно. Фриденсрайхундерт Вассер, а имя его настоящее Фридрихсто Вассер, поменял свое имя после того, как побывал в Японии. У них есть интересная традиция, когда ты меняешь свое имя, ты меняешь свою судьбу. И Ицфридриха Сто Вассера он стал Фриденсрайхом Хундерт Вассером. В переводе его фамилия означает Сто Вот. Так вот, будучи в Японии, он не на шутку увлекся мифологией, фольклором этого народа. И мы знаем, что японская культура базируется на китайской мифологии. Существовал такой великан Паньгу, первый на нашей земле. После того, как он умер, он растворился в природе. Правый глаз его стал луной, а левый глаз стал солнцем. Кровь его стала реками, морями и океанами. Жилы стали дорогами, его волосы на теле стали травами и растительностью различной, его волосы на голове стали прекрасными могучими деревьями, кости его стали горами, камнями, а мозг его стал прекрасными жемчугами и драгоценными камнями. Так вот, что интересно, Хундерт Вассер воспринял именно эту концепцию, взял ее за основу проектирования своих совершенно необыкновенных зданий, не похожих ни на какие здания, наверное, на всей земле. Итак, давайте познакомимся немножко с его концепциями и посмотрим, как же они нашли воплощение в его творчестве. Ему присущи интересные цитаты из книги Ранда. Мы знаем Гарри Ранда. Некоторые люди говорят, что дома состоят из стен. Я говорю, что дома состоят из окон. Это правда. Дело в том, что практически все дома, которые он создал, самый большой упор в них делается на декор окон. И если мы посмотрим, например, на его объект в Бацодене, мы увидим, что там чередуются огромные количества окон. Большие и маленькие окна в 22-квартирном доме. Большие окна символизировали глаза, маленькие окна – поры на теле человека. Вообще он защищает идею третьей кожи. То есть третья кожа – это как раз вот мы говорим о здании как определенном живом существе. Если говорить о второй особенности практически всех его зданий, то это, конечно же, колористика. Красочный мир всегда служит синонимом рая, писал Хундерт Вассер. Серый или адаобразный цвет всегда служит синонимом чистилища или ада. Странно, что архитекторы продолжают строить серые здания. Разнообразие красок делает мир лучше, приносит рай в наш мир. Практически все его здания раскрашены в самые разные яркие цвета. К Хундерт Вассеру относятся жители Вены, а именно там он построил большую часть своих объектов, относятся весьма неоднозначно. Дело в том, что он переделал огромное количество зданий в стиле Бедермайер. Это такие классические в сером цвете выдержанные здания, создав совершенно свой иной стиль. Типичным для его стиля является, собственно, дом Хундерт Вассера. Он так и называется. Он располагается в Вене, в районе Ландштрассе. Там присутствует 52 апартамента, и каждый из них покрашен в разный цвет на фасаде, не говоря уже о совершенно потрясающих интерьерах. Кроме этого, Хундерт Вассер придумывает такую интересную фишку, как оконное право. Он говорит, что каждый человек имеет право, так как он личность, он имеет право жить в индивидуальном прекрасном каком-то жилище, а вовсе не однообразном, да, не таком же, как все. Поэтому он может купить краску, какую он захочет, желательно яркую, красивую, и насколько хватает длины его руки, покрасить пространство вокруг своего окна. И тогда будет видно, что там живет личность, яркая индивидуальность. Следующей особенностью всех практически его зданий являются совершенно необычные колонны. Такое ощущение, что это нанизанные яркие бусины из детства. Что он пишет о колоннах, что они для него символизировали? Рядом с колонной чувствуешь себя, как под деревом. Колонна должна быть красивой и красочной, и блестеть во время дождя, и в лунном свете сама собой. Это правда, если мы посмотрим на колонны, они необыкновенны практически во всех его объектах. Очень красивые колонны расположены на первом этаже здания, зеленая цитадель Магдебурги. Расположена она в самом центре Магдебурга, и называется зеленой цитаделью, потому что там огромное количество просто растений. Растения на фасадах, растения на крыше, и даже само здание. Вы видите, вот эти пронизывающие, как коричневые вставки, это как стволы колонн, как стволы деревьев, которые уносятся своими кронами в небеса, как будто они разговаривают с небом. Что же там располагалось? Это отель с 42 номерами, каждый из которых оформлен совершенно уникально и по-своему. Там же располагаются театр, офисы, магазины, детский сад и даже 55 апартаментов. То есть огромное количество самых разных объектов, а верх здания украшен потрясающими такими сказочными золотыми куполами в стиле Хундертвассера. Такие детские несколько рисунки. Следующая его концепция. Если вы позволите окна танцевать, создавая их в различных стилях, и если вы позволите появиться или случиться множество нерегулярностей на фасадах и в интерьерах, то дома выздоровеют, дома начнут жить, и каждый дом, какой бы он ни был уродливый и больной, будет исцелен. Все его здания очень живые. Они настолько пластичные, необычные, очень яркие, криволинейные. Там действительно нет симметрии, вообще элемента симметрии, она отсутствует. Дом Рональда Макдональда очень примечателен в этом отношении. Он называется Рональд Макдональд Хаус в Эссене. Это одно из 16 зданий в Германии, которые предоставлено как жилье для семей тяжелобольных детей, которые в это время проходят лечение в соседних больницах. Это здание с 17 номерами было спроектировано лично Хундертвастером, его дизайн. Он человек, который уделял внимание таким вещам, участвовал в самых разных гуманитарных акциях. В общем, все это было ему не чуждо. И это здание очень уютное, очень милое и очень жизнеутверждающее. Оно как раз очень сильно настраивало эмоционально на выздоровление и на позитив. Кроме этого, следующей особенностью его домов являются так называемые деревья-квартиросъемщики. Что же это такое? Это когда на балконе мы видим такое дерево. Оно очень часто растет просто как будто из стены, из балкона, как-то наклонно. Ну то есть снимает квартиру в этом доме. Хорошо представлен вот этот принцип в Кунстхаусе в Вене. Это так называемый дом искусств в Вене. И он отличается тем, что в этом здании действует постоянная выставка творчества Хундертвассера. Музей был создан этот посредством реконструкции здания. Там раньше располагалась мебельная фабрика. Но затем оно было отремонтировано и полностью практически перестроено. Эта реконструкция была довольно-таки тотальная. И как раз здесь мы видим, что это реконструкция. Потому что большинство зданий Хундертвассера – это здания, в которых отсутствует хоть какая-то видимость прямых линий. Что же он писал о прямой линии? Прямая линия, сотворенная человеком – опасность. Существует такое множество линий, миллионы линий, но лишь одна из них смертельна. И это прямая линия, проведенная по линейке. Прямая линия совершенно чужда человечеству, жизни и всему живому. И если мы посмотрим подтверждение этой его теории, а теории свои он черпал из мира природы, то мы увидим, что большинство его объектов на самом деле очень криволинейные, очень сложные. И, к примеру, объект Рогнер-Батблюмбау – это термальный спа-курорт неподалеку от городка Батблюмбау в Австрии, куда приезжают для того, чтобы отдохнуть, оздоровиться. Это как отдельный такой островок счастья. Если мы посмотрим, то он очень похож на страну хоббитов. И здесь реализуется еще один его принцип о том, что по крышам домов должны гулять козы. Действительно, все крыши этих зданий зеленые, они как будто встроены в холмы большинству объектов. И люди живут в полном симбиозе с природой, абсолютно в ней растворяясь и чувствуя себя счастливыми на этом отдыхе. И оздоровляются при этом не только физически, но и морально, духовно. Следующий его мотив, который пронизывает его творчество – это тема спирали. Спираль символизирует некое развитие, эволюционирование человечества, что все в этом мире движется по спирали. И все, что происходит – рождение жизни, жизни-смерть, смена стилей, смена направлений, вообще любые концепции человечества ложатся в тему спирали. И это путь в вечность, это путь от материального к духовному, это путь к познанию самого себя и так далее. То есть и тема спирали пронизывает практически всю жизнь Хундертвассера. Недаром он рисовал вот эту самую спираль, у него был очень интересный в университете опыт, когда он хотел, начиная с пола, вести эту спираль, не прекращающуюся по стенам, и закончить в одной точке на потолке. Эксперимент удалось довести до середины, после этого он уволился из университета, хотя его преподавание архитектором было очень неординарное. Он считал, что учиться человек должен прежде всего у самой природы. Поэтому архитекторов он студентов рассаживал среди растений и говорил, вот с ними сравнивайте свои творения. Растения – это всегда совершенство. И вот эта идея спирали, кстати, вернемся к ней, она воплощена в здании, которое называется «Вальдшпираль» или «Лесная спираль». Это целый комплекс жилых зданий в немецком городке Дармштадт. Очень интересно, там располагается 105 апартаментов, гаражи, магазины, кафе, и все это закручивается по спирали. Опять же, там его знаменитые золотые купола, и потрясающе решенная вот эта тема спирали вокруг всего здания, поданная в нескольких цветах. И, конечно же, очень зеленые крыши. Мы помним, это прическа здания, да, это здание довольно-таки такое волосатое, мы бы сказали. И последний объект, на котором я хочу заострить ваше внимание, это башня Хундертвассера. Высота ее 35 метров. Расположена она рядом с пивоваренным заводом в Аббенсберге. И построена она была уже в 2000 году, после смерти Хундертвассера. Мы знаем, что он умирает в 2000 году и похоронен в Новой Зеландии. Именно так, как он мечтал. Он говорил, что кладбище это вообще зло, что людей не нужно хоронить в гробах, их нужно хоронить на глубине 50 сантиметров в картонных коробках, а затем высаживать дерево. И дерево пропитается энергетикой человека, да, его плотью, и берет весь дух человека. И тогда все кладбища на земле превратятся в прекрасные парки. И когда мы захотим вспомнить о родном человеке, мы придем и обнимем это дерево. То есть вот такой тоже дальневосточный, или если говорить о европейском, где-то друидический подход к архитектуре, с любовью к природе, с любовью и поклонению даже где-то этой природе. И если подводить как бы небольшой итог нашему разговору с вами, это фраза Хундертвассера. «Мы создаем собственный дом, наполняем его красками, вещами, запахами, воспоминаниями и надеждами. Порой этот дом великолепен, иногда ужасен, но однозначно неповторим, как неповторим узор на снежинках или листьях. Да пребудут в радости те, кто смог создать что-либо удивительное, новое и вдохновляющее. Да пребудут в блаженстве чудаки, чьи жизни, поступки и творчество помогают проснуться, встряхнуться, отбросить шоры и взглянуть на этот мир иначе». Я желаю этого вам, я желаю этого себе. И мы познакомились с творчеством удивительного человека, который распахнет, мне кажется, сердца очень многих людей на Земле со своими концепциями, замечательными идеями и таким потрясающим солнечным оптимизмом. Благодарю за внимание.